Елена Родионова Да, я привыкла тут видеть лед, и для меня это очень такой интересный опыт и необычные впечатления. А ты болеешь за ЦСКА? Да, я с самого детства в ЦСКА, с трех лет, предана клубу и до сих пор катаюсь, тренируюсь в ЦСКА, но уже как тренер тренирую, сама поддерживаю форму уже для шоу, но все равно болею за ЦСКА. Вот ты и прыгаешь, то есть в принципе, я все время считал, что прыжок это развивается. Прыжок, конечно, развивается, но мы на льду прыгаем с дуг, мы можем не иметь природного толчка, но нас выбрасывают дуги в толчок. Это техника прыжка, которая нас учат с детства. Когда, во сколько лет ты сделала свой первый прыжок, вот там в один оборот? В один оборот, в 4 года. В 4 года? Да, нас только вывели на лед, мы научились простейшим элементам, а замфигурного катания, и нам сразу сказали, что надо прыгать начинать. Вот посмотри, очень старое видео, какое качество, смотри. Как тебе? Ну, вот впечатляет. Вот что? Это шлифы и фотошопы, это реально фото. Ну, это очень круто. Что нужно для того, чтобы вот так прокрутиться в воздухе? Мне кажется, ну, во-первых, прыжок. Это два оборота было? Да, это на самом деле очень сложно. Он прыгал без техники, но у него получилось даже два оборота. Итак, мы тебе показываем баскетболиста и фигуриста. Давай, узнавай фигуристов. Слева китайский баскетболист Никола Милутинов из Сербии. А справа американский фигурист, олимпийский чемпион Эван Лайсачек. Справа латышский баскетболист, стрелок Янис Стрелникс. А слева тяжело. Слева, наверное, тоже баскетболист. А, неплохо, но нет. Но он связан со спортом, правильно? Более того, это фигурист. Более того, ты с ним прекрасно знакома. Максим Траньков. А, узнала. Да, это действительно. Он как-то тут сам на себя не похож. Да, я его не признал здесь вообще. Он тут прямо на баскетболиста похож. Согласен, согласен. Экс-чемпион мира по боксу Мурат Гасиев. Мурат, привет, как дела? Все здорово. Спасибо. В 2016 году именно на этой арене в Мегаспорте я дрался с Денисом Лебедевым. Да, помню этот бой. Да, и тогда я стал впервые чемпионом мира в 23 года. То есть для тебя это памятный? Да, и очень приятно здесь. Такая ностальгия сразу оказаться здесь вновь. Как ты считаешь, можно ли сравнить, вот если соперник, да, армейцы берут на чужом щите, там, два-три подбора подряд, как вот на этом видео, то это как серия ударов в боксе? Конечно, конечно. Они показывают свои преимущества, стараются, ну я не знаю, если можно сказать в баскетболе, первым номером. Да. Да, ты везде пытаешься быть первым. Подобрать первым, перехватить. И в боксе то же самое. Если ты работаешь первым номером, это приносит плоды. Но это тяжело. Это тяжело, но это надо делать. Если ты хочешь добиться результата, нужно рисковать, где-то рисковать. И я думаю, результат будет. Следующий бой, я думаю, будет в новом году. Это будет март или февраль. То есть пока неопределена дата еще? Пока неизвестно. А соперник? Соперник тоже неизвестен, но постепенно, постепенно будем работать, боксировать и радовать своих болельщиков. Как ты сохраняешь мотивацию в своей карьере? Мотивация – это всегда желание быть лучшим, быть первым. Вот это меня мотивирует. Я думаю, каждый спортсмен хочет всегда развиваться и добиться поставленных целей, которые он перед собой поставил. Мурат, спасибо тебе большое. Спасибо, что зашел. Всегда рады видеть здесь. Спасибо. Легендарный журналист, не боюсь этого слова, продюсер Игорь Порошин. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Я помню, что на Реал я последний раз ходил. Кажется, это был 95-й год, когда Реал приехал с Сабонисом. Да. У нас вам придется подместить здесь песочек со мной. И может быть еще что-то. И уточку убрать. Последний раз я на самом деле был 3 года назад, когда мне фантастически повезло. Это сумасшедший был матч, там, я не знаю, для архива. В Финербахче, по-моему, играли, там было 2 овертайма. Меня в этой жизни, да, интересует глупость. И поэтому, может быть, я так редко стал ходить на баскетбол, потому что баскетбол, как известно, очень умная игра. У меня есть немножечко вайбера. И на нем новый стикер-пак ЦСКА. Покажу, как это выглядит в полном формате. Вот такие вот чудесные стикеры. Для меня уже 10 лет или даже больше. ЦСКА – это образ машины, очень умной машины, в которой можно заменять детали. Вот, например, в этом ЦСКА я уже мало кого знаю из игроков. Вот. И тем не менее я вижу показатели. Я знаю, что трудное начало сезона были, были поражения, в том числе неожиданные. Вот. Но машина опять едет. Это вообще фантастический феномен. Это некое такое очень оптимистическое назидание, что в России могут делать... собирать автомобиль, очень качественные пуси, с использованием иностранных деталей, комплектующих, да. Ну, существенным. Актер театра и кино Кузьма Сапрыкин. Привет. Привет всем, привет. Привет, друзья. Вы можете знать Кузьму по роли в главном баскетбольном фильме «Нашей страны. Движение вверх». Сколько миллионов раз ты смотрел этот фильм? Ой, очень много. Очень много раз. Но все равно это круто, что эмоции захватывают в самом конце. Вот этот финальный матч, я считаю, смонтирован очень круто. И он держит до последних секунд. Сколько у тебя метра? Метра 92-3. Метра 93. Как у Мурата Гасиева, у боксера нашего. Да? Да. Вот он только что был перед тобой. Но он говорит, что я не представляю, как допрыгивают баскетболисты до кольца. Ты допрыгиваешь? Я ставлю сверху. На секундочку. Это вам не просто так, сняться в кино. Ну... Сняться каждый может. У нас была подготовка целый год. Мы проделали большой труд. В чем, скажем так, сила игры Майка Джеймса? У него очень заряженные ножки. Я так это говорю. Но это прям видно. У него сцепление. У него сцепление с паркетом невероятное. Это очень круто. Мне кажется, это не Пиково. Мне кажется, он может намного больше. Я думаю, что он разыграется во второй части сезона. Тебе говорят, Анатолий. Скажите, что в помещении нужно снимать головной убор. Ой, ну это же баскетбол, мой друг, это же баскетбол. Если бы я был в театре, без проблем. А в театре снимаешь? А, в театре снимают. И ничего есть нельзя во время, понимаешь? Ничего нельзя. Наслаждаешься, а здесь это баскетбол. Здесь другие эмоции. Здесь можно и в бейсболке, и с хот-догом, и со стаканом там. Как сидят в NBA эти голливудские звезды, это же прекрасно. Когда у них течет кетчуп вот сюда, и пиво, бокал. Ну это, это мое любимое. Евгений Сиды, Кузьма Сапрыгин, это ЦСКА Баскет Шоу. Всем спасибо. Увидимся в следующий раз. Счастливо.